Книга «Открытым оком. Тема священства. Том 26. Вопрос 3817. Если столь велика ответственность любого водителя грузовика, самолета, то что сказать о духовном лидере, о священнике? Как эту дисциплину об ответственности заверенные души преподают в учебных заведениях сегодня? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. И я вам простой вопрос тоже задам. Скажите, когда и где учат ответственности в семейной жизни? Как смирить себя? Как ближнего твоего возводить к высшему совершенству? Да и вообще, где учат о смысле жизни, об ответственности за единственную, такую хрупкую и столь неповторимую жизнь? Где? А вот из таких-то людей и ставятся, и пролазят духовные лидеры в попы, в президенты. Как принято говорить, двум свиньям корм не разделит, а через день он уже и забыл, у какого корыта пропадал. И уже может зазирать старшего своего брата, который по понятным соображениям весьма удивился столь резкой перемене и взлету совершенно падшего младшего брата. Хотел иметь я птичку, и денег накопил, и вот на птичьем рынке я зяблика купил. Сидел мой зяблик в клетке и зернышки клевал, и как в лесу на ветке все пел и распивал. Ребята заходили на зяблика смотреть, и каждому хотелось такого же иметь. Я с зябликом возился хоть много, хоть было много дел, а через две недели певец мне надоел. Однажды я за город уехал на три дня, и он на это время остался без меня. Когда же из деревни вернулся я домой, лежал в пустой кормушке голодный зяблик мой. Я спас его от смерти, я выходил его и выпустил на волю живое существо. Хотят ко дню рождения мне подарить щенка, но я сказал, не надо, я не готов пока. Сергей Михалков Бытие 4.9 И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Псалом 144.15 Очи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу их в свое время. Себя обиходить и то не каждый сподобился. Глядишь, и вовсе завалился спать нетрезвый. Тем более приучить всех трудиться и готовить пищу, вполне дающие силы духовные, Это без благодати Божией и без помощи свыше как соделать. Что ты спишь, мужичок? Ведь весна на дворе, ведь соседи твои работают давно. Встань, проснись, подымись, на себя погляди, Что ты был и что стал и что есть у тебя. На гумне не снопа, в закормах не зерна, На дворе по траве хоть шаром покатим, Из клетей домовой сор метлою посмел, Из лошадок и лошадок за долг по соседям развел. И под лавкой сундук опрокинут лежит, И погнувшись изба, как старушка стоит, Вспомни время свое, как катилось оно По полям и лугам, золотой рекой, Со двора и гумна, по дорожке большой, По селам, городам, по торговым людям. И как двери ему растворяли везде, И в почетном угле было место твое. А теперь под окном ты с нуждою сидишь, И весь день на печи без просыпу лежишь. А в полях сиротой хлеб не скошен стоит, Ветер точит зерно, птица клюет его. Что ты спишь, мужичок? Ведь уж лето прошло, Ведь уж осень на двор через прясло глядит, Вслед за нею зима в теплой шубе идет. Пусть путь снежком порошит, Под санями хрустит, Все соседи на них хлеб везут, продают, Собирают казну, брашку ковшиком пьют. 1839 год, А.В.Кольцов Книга Сирахова, 21 Работник, склонный к пьянству, не обогатится, Ни во что ставящий малое, Мало-помалу придет в упадок. Я лично испытываю многолетнее преследование От попов-завистников, От архиереев бесталанных, Могут тебя подрезать перед властями. Им ничего не стоит голову авторитет снять. Чтоб не было следов, повсюду подмели, Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, Мой финиш и горизонт, А лента край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, И руки разбивали неохотно. Условие таково, Чтоб ехать по шоссе, И только по шоссе, Бесповоротно. Наматываю мили на кардан, И еду параллельно проводам, Но то и дело, Тень перед мотором, То черный кот, То кто-то в чем-то черном. Я знаю, Мне не раз в колеса палки ткнут, Догадываюсь, В чем и как меня обманут. Я знаю, Где мой бег с ухмылкой пресекут, И где через дорогу трос натянут. Но стрелки я топлю, На этих скоростях Песчинка обретает силу пули, И я сжимаю руль До судорог в кистях, Успеть, Пока болты не затянули. Наматываю мили на кардан, И еду вертикально к проводам, Завинчивают гайки, Побыстрее, Не то поднимут трос, Как раз где шея. И плавится асфальт, Протекторы кипят, Под ложечкой сосет От близости развязки, Я голой грудью рву, Натянутый канат, Я жив, Снимите черные повязки, Кто вынудил меня На жесткой опори, Нечисто плотный В споре и расчетах, Азарт меня пьянит, Но, как ни говори, Я торможу На скользких поворотах, Наматываю мили на кардан, На зло канатом, Тросом, проводам, Вы только проигравших Уризонте, Когда я появлюсь На горизонте, Мой финиш, Горизонт, По-прежнему далек, Я ленту не порвал, Но я покончил С тросом, Канат не пересек Мой шейный позвонок, Но из кустов Стреляют по колесам. Меня ведь не рубили, На гонку завели, Меня просили, Миг, Не проворонь ты, Узнай, А есть предел там, На краю земли, И можно ли Раздвинуть горизонты, Наматываю мили на кардан, И пулю в скат Влепить себе не дам, Но тормоза отказывают, Кода, Я горизонт промахиваю с хода. 1971 год, Высоцкий. 1 Тимофею 4.8 Ибо телесное упражнение Мало полезно, А благочестие На все полезно, Имея обетование жизни Настоящей и будущей. Лука 13.30 И вот есть последние, Которые будут первыми, И есть первые, Которые будут последними. Слыша хуление Со стороны недругов Из священства, Только и подумаешь, А вот если бы мы были на их месте, И у нас бы вот такой же был Бедлам, Яралаш и Базар, Как у них в храмах, А у них бы был вот такой же Порядок, чинности, Исполнение Писания и канонов Церкви, как у нас сейчас, То они бы нам и вздохнуть не дали. На высокой стене Размазали бы и законсервировали На сотни лет вперед, Чтобы всем показать нашу никчемность. А получается, что у них Никакого порядка ни в чем нет, Не работают с людьми, А хлещет через порог улица. И у них патриархийный скотомогильник Вместо кошары, вместо родильного дома. И они еще так изгаляются над нами. Они кричат, они грозятся, Вот к стенке мы славян прижмем, Ну как бы им не оборваться В задорном натиске своем. Да, стенка есть, стена большая, И вас нетрудно к ней прижать, Да польза-то для них какая, Вот-вот, что трудно угадать. Ужасно та стена упруга, Хоть и гранитная скала, Шестую часть земного круга Она давно уж обошла. Ее не раз и штурмовали, Кое-где сорвали камня три, Но напоследок отступали С разбитым лобом богатыри. Стоит она, как и стояла, Твердыней смотрит воевой. Она не то, чтоб угрожала, Но каждый камень в ней живой. Так пусть же бешеным напором Теснят вас немцы и прижмут К ее бойницам и затворам. Посмотрим, что они возьмут. Как не бесись вражда слепая, Как не грози вам буйство их, Не выдаст вас стена родная, Не оттолкнет она своих. Она раступится пред вами, И как живой для вас оплот, Меж вами станет и врагами, И к ней поближе подойдет. 1867 год, Ф.И. Тючев. Книга пророка Иеремия, 21.13 Вот я против тебя, Жительница долины, Скала равнины, Говорит Господь, Против вас, которые говорите, Кто выступит против нас, И кто войдет в жилища наше? Римлянам 8.31 Что же сказать на это? Если Бог за нас, Кто против нас? Если бы была проповедь Евангелия, То разве возможно были Эти истребительные войны? И то ли еще будет Без истинной евангельской веры? Святает, не в силах тоски превозмочь, Заснуть я не мог в эту бурную ночь, Через реки и горы, И степи простор, Вас, братья далекие, Ищет мой взор. Что с вами? Дрожите ли вы под дождем, В убогой палатке, Прикрывшись плащом? Вы стоните ли в ранах, Томитесь в плену, Или палев в бою За родную страну? И жизнь отлетела От лиц дорогих, И голос ваш милый Навеки затих. О, Господи, Люто и пылая враждой, Два стана давно уж Стоят пред тобой, О помощи молят тебя их уста, Один за Аллаха, Другой за Христа, Без устали, Дружно во имя твое Работают пушка, И штык, И ружье. Но, Боже, Один ты, И вера одна, Кровавая жертва Тебе не нужна. Яви же борцам Негодующий лик, Скажи им, Что мир твой Хорош и велик, И слово забытое О братской любви В сердцах Омраченных враждой Оживи. 1877 год, А. Пухтин. Притчи 30-32 Если ты в заносчивости своей Сделала глупость И помыслил злое, То положи руку на уста. Иеремия 18-8 Но если народ этот, На который я это изрек, Обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, Которое помыслил Сделать ему. 1 Петра 3-13 И кто сделает вам зло, Если вы будете ревнителями доброго? Народ заморин, Проповеди почти нигде нет, А если где и говорят что-то, То проповедь, Как бы приложение к богослужению, Никакой возрождающей силы Не дает. Призыва следовать за Христом Без Писания, Как добиться? Сколько стоит фунт лихо, Столько, сколько фунт хлеба, Если голод бродит тихо, Сзади, спереди, справа, слева, Лихо не разберешь на граммы, Меньше фунта его не бывает, Лезет в окна, давит рамы, Словно речка весной пребывает, Ели стебли, Грызли корни, Были рады крапиве с калиной, Кони, славные наши кони, Нам казались ходячей кониной, Эти месяцы поражения, Дни, когда теснили и били, Нам крестьянское уважение К всякой крошке хлеба привили. Б. Слуцкий Ивангелие от Матфея 15, 27 Она сказала, Так, Господи, Но и псы едят крохи, Которые падают со стола, Господ их. Ивангелие от Матфея 15, 27